Эйзил подает угловой. Не совсем удачно. Эммертон. Ух, какая свечка. Знаете, мяч долетел почти до арки. Особенность этого стадиона в том, что над куполом возвышается гигантская арка длиной 350 и высотой 105 метров. Весом более чем 2,5 тонны. Эйзил с мячом подключается лам, но Эйзил выбирает другое продолжение для атаки. Нет в ней игры, можно ударить. И блестящие немцы открывают счет, забивая быстрый мяч. То, о чем они говорили в первой игры, очень важно быстро повести в счете. Лукас Мадольский. Лукас Мадольский открывает счет в следующей встрече, забивая свой 39-й мяч за национальную сборную. Размашистая комбинация, вот то, о чем как раз Мадольский говорил. Атака флангом со стремительным переводом в центр. И, кстати, начал ее и зил. А, вот там был другой футболист. А в обстановке, но в пассивном. И мяч от Мюллера попал к Лукасу Подольске, который не промахнулся. Мюллер назад под удар Лукасу. И набегающий Подольский бьет мощно. И от рук Шварцера мяч оказывается в сетке. Напомню, что Лукас Подольский представляет Кёльн. И в этом чемпионате, именно в германском чемпионате завершившемся, он, мягко говоря, Субтитры создавал DimaTorzok